Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Героем сегодняшнего нашего обзора станет телескоп Celestron AstroMaster 90AZ, который позволяет довольно крупный длиннофокусный рефрактор на азимутальной монтировке. Компания-производитель позиционирует этот телескоп как инструмент двойного назначения. Одинаково хорошо его можно применить для наблюдения ярких астрономических объектов, так и для созерцания земных ландшафтов и природы. Что же, отправимся на открытую площадку для сборки и тестирования телескопа. В первую очередь перед покупателем телескопа предстанет обычный, совершенно невзрачный картонный ящик с логотипом фирмы и названием модели. Внутри него уложена красивая подарочная коробка, которая выглядит действительно здорово и сможет с первого взгляда произвести прекрасное впечатление о товаре. Сняв крышку, внутри находим пакет документов, диск с инструкцией и программным обеспечением. Основные узлы телескопа уже собраны и упакованы в отдельные коробки, штатив с монтировкой, труба, аксессуары. Тренога телескопа стальная, с пластиковой полочкой-распоркой для хранения аксессуаров и возможностью регулировки по высоте. Огорчает, что места сочленения трубок штатива и шарниры в площадке монтировки изготовлены из пластика, что, конечно, уменьшает жесткость треноги. Азимутальная монтировка выполнена по аналогии с головкой мощного фотоштатива. По азимуту монтировка легко и плавно вращается и имеет стопорный винт, а по высоте труба управляется длинной рукояткой, которая затягивает хомут, контролирующий усилия при перемещении. Механизмов тонких движений нет, но зато конструкция монтировки очень простая и будет понятна любому пользователю. Также предельно просто на монтировку устанавливается труба с помощью стандартного крепления «ласточкин хвост». Хотя в собранном виде телескоп и выглядит довольно внушительно, как для модели начального уровня, оперативность сборки очень упрощает подготовку к наблюдениям и делает понятным работу с телескопом новичку. По достоинству смогут оценить этот момент и любители просто путешествовать с телескопом и наблюдать в различных местах. Что касается самой трубы, то она выполнена по классической схеме длиннофокусного рефрактора. Объектив диаметром 90 мм представляет собой просветленный двухлинзовый охромат с воздушным промежутком. Все это, а также съемная бленда и несколько диафрагм, призванные защитить от паразитных лучей, позволяют построить четкое, контрастное, не испорченное хроматизмом изображение. Искатель StarPointer или красная точка уже установлен в нижней части трубы и отюстирован. Для его работы достаточно вставить батарейку в отсек питания в левой части корпуса искателя. Весьма приятные впечатления оставил фокусер телескопа. Хотя по конструкции это обычный пластиковый реечный механизм, но с довольно плавным ходом, оригинальным дизайном и на конце имеющий T-резьбу для установки фотоаксессуаров. Комплектная 90-градусная призма позволит получить прямое, не зеркальное изображение. Именно эта призма обеспечит правильную ориентацию земных изображений и удобство поиска астрономических объектов. Окуляры 10 и 20 мм, поставляемые с телескопом, имеют недорогое исполнение механики, однако оптика просветлена и в целом они вполне пригодны для наблюдений. Стихией длиннофокусных телескопов-рефракторов являются планетные наблюдения. И еще в сумерках нам без труда удалось найти Венеру, прекрасно различалась фаза, похожая на растущую Луну. С наступлением темноты настала очередь планет-гигантов. Кольца Сатурна выглядели четко очерченными, в момент успокоения атмосферы просматривалась щель Кассини и крупнейший спутник Титан. Юпитер вблизи противостояния – отличный объект для этого телескопа. Экваториальные полосы, полярные потемнения, тень на диске от Ганимеда – все это удалось рассмотреть без особого труда. Даже при увеличении в 100 крат изображение практически без хроматизма, контрастное и четкое. Наблюдение Луны в фазе близкой к последней четверти произвело прекрасное впечатление. Как же все-таки здорово наблюдать наш естественный спутник в линзовый, неэкранируемый телескоп, обеспечивающий четкое изображение мельчайших подробностей рельефа, особо заметных вдоль линии Терминатора. Отлично показал себя телескоп и по звездным полям. 90-миллиметровый объектив различил мириады звезд двойного скопления в Персее. А компактное шаровое скопление в Пегасе выглядело милым туманным комочком. Боковым зрением по краям даже различались отдельные звезды. Под утро мы проверили разрешение телескопа по трапеции Ориона. Она уверенно разрешалась на четыре отдельные звезды. Удалось также прекрасно рассмотреть центральную, самую яркую часть знаменитой туманности. Итак, телескоп Celestron Astromaster 90AZ представляет собой великолепный наблюдательный инструмент, сочетающий в себе лучшие качества хорошей подзорной трубы вместе с возможностями и мощностью оптики любительского телескопа. Он обеспечивает высокое качество изображения и непревзойденный контраст при наблюдении планет, а также ярких звездных скоплений и крупных туманностей. Очень порадовала оперативность сборки и простота в использовании. Дизайн телескопа, великолепная подарочная упаковка, хорошее соотношение цена-качество. Но некоторые нарекания эта модель вызвала лишь в отношении устойчивости штатива и вибрации на большом увеличении. Однако последние довольно быстро затухают. Сегодняшний вывод – лаборатории Астроскоп, телескоп Celestron Astromaster 90AZ можно смело рекомендовать начинающим пользователям как достаточно мощный, качественный и в то же время несложный в эксплуатации инструмент. Отличным подарком Астромастер окажется и для юных астрономов, опять-таки, благодаря оперативности в сборке, простоте использования и широкому кругу наблюдательных задач. Ну вот и все. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Майз-ведеем. У! У! Субтитры создавал DimaTorzok